МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА В прямом эфире программа «Новости 24 часа» в студии Сергей Прохоров. Добрый вечер. Смотрите в этом выпуске. В Минске опрокинулась маршрутка. Два человека пострадали. Анастасия Бенедесюк с места происшествия. Как изменились цены продуктовой корзины? Почему госзакупки полностью уйдут в интернет? И какой новый язык получил прописку в банкоматах? Обзор делового дня от Анны Рублевой уже через несколько минут. На каждый случай свои причины и только подтвержденные документами. За что могут освободить от уплаты налога на госрасходы? Галина Буро выслушала все заинтересованные стороны. Выносливее, мощнее и проворнее серийных собратьев. МАЗ выпустил сверхпроходимый автобус для сельских школ. Удобств и безопасность транспорта оценила Виктория Ходосок. Огненные кокошники и пламенный Майкл Джексон на одной сцене в Гомеле прошел международный фестиваль LED-шоу. Из тени за кулисье материал Александра Добрьяна. Этот день едва не обернулся трагедией для пассажиров одной из маршруток Минска. Микроавтобус с людьми сегодня попал в ДТП на пересечении улиц Охотской и Нестерова. Общественный транспорт, который двигался по главной дороге, не пропустила женщина-водитель легкового авто. Она выезжала со второстепенной. От сильного удара маршрутка опрокинулась. Есть пострадавшие. С места происшествия передает Анастасия Бенедесюк. В пересечении Нестеровой Охотской именно на этом участке дорогу не поделили. Вот эта легковушка и вот это маршрутное такси. В результате автобус перевернулся. Всех пассажиров пришлось доставать уже через вот этот люк. Еще до приезда спасателей выбраться из опрокинувшейся маршрутки пассажирам помогли прохожие и водитель. Правда, давать какие-либо комментарии после мужчина отказался. А вот на вопрос, кто виноват, посильнее натянув капюшон на лицо, лишь пожал плечами. Дескать, есть кому решать. Я не знаю, я ее не видел. А она вас, как вы считаете, видела? Без понятия. Речь о водителе легковушки. Сославшись на плохое самочувствие, женщина-автолюбитель делиться своей правдой тоже не стала. Нет, нет. Меж тем, по предварительной информации ГАИ, двигаясь по второстепенной дороге, именно она должна была уступить на светофоре. Кто-то спешил, кто-то завершал маневр. Скорее всего, что здесь был зеленый свет, а на запрещающий сигнал светофора девушка выехала и все. Сейчас так недовольно-таки сложный, поскольку тут машинопоток маленький. Но происходит довольно часто. Если случается, то довольно сильная авария. На моей памяти это не первая такая. Мы сейчас видим, что горит здесь желтый светофор. Это в течение дня? Или какую вы ситуацию наблюдали? Нет, я с утра, когда на работу шел, светофор работал, как обычно, в нормальном режиме. Во время аварии, это уже официальная информация, проводилась плановая диагностика светофора. Он не работал. При этом видимость хорошая, а дороги почищены. Мы должны понимать, что все высокие автобусы, маршрутки, в том числе не исключение, они имеют большую паростность. Когда в боковую часть транспортного средства въезжает и другое транспортное средство, то стабилизация маршрутки, либо автобуса нарушается. И при этом она просто наклоняется и переворачивается из-за дорожно-транспортного происшествия. В момент аварии в маршрутке помимо водителя было пять пассажиров. Всем им оказали первую медицинскую помощь еще на месте аварии. У большинства из них испуг и лишь пара царапин. Двух женщин госпитализировали. Сейчас они находятся под наблюдением врачей. На уровне приемного отделения мы провели комплекс исследований. И выставили клинический диагноз, после чего пациентки в стабильном состоянии находятся. Были повреждена голова, шея, грудная клетка. Предположительно, на реабилитацию пострадавшим понадобится около двух недель. Самое время, чтобы выяснить достоверно, так кто виноват и что ему светит. Меж тем, после аварии светофор включили. Анастасия Бенидисюк, Алена Сурова, Андрей Новгородцев, телекомпания СТВ. Актуальные общенациональные вопросы стали темой разговора Александра Лукашенко с главным редактором газеты «Народная воля» Иосифом Середичем. О личной встрече с президентом журналист попросил во время большого разговора, который состоялся 3 февраля. И уже сегодня во Дворце независимости глава государства принял Иосифа Середича. Фактически, эта встреча стала продолжением той серьезной беседы, когда вместе с журналистами и экспертами были затронуты важные темы для всех белорусов. Я думаю, что для нас, всех белорусов. И вот миновито переживание за то, что мы на сегодняшний день маем, что мы можем иметь завтра, послезавтра, и провело миновито до вас. Беседа продолжалась почти два часа. За это время были затронуты и политические, и экономические вопросы. Газета «Народная воля» выходит с 1995 года. Ее разовый тираж за январь составил 25 тысяч экземпляров. Размова была вельми открытой, вельми щирой. На этой встрече поднимались питания не особистого некого значения, а огульнодержавные, национальные питания. Сегодня, Александр Григорьевич, ну я думаю, что это уже не той человек, которого я ведал, а маль 30 годов тому назад. Что это президент с таким великим багажом, с великими, так сказать, уже с добытками. Самое головное в том, что человек переживает за то, что робится в нашей Беларуси. Более 200 иностранцев уже воспользовались возможностью посетить Беларусь без визы. Таковы первые итоги работы пункта пропуска в национальном аэропорту Минск, который накануне начал встречать зарубежных гостей. Напомню, приехать в Беларусь без визы на пять дней могут граждане 39 стран Европы, а также Бразилии, Индонезии, США, Японии и других государств. Прежде всего, это благоприятные в миграционном плане страны, с которыми тесно сотрудничает Беларусь. Ну а среди тех, кто уже прилетел в нашу страну без визы, больше всего гостей из Германии и Италии. В Калифорнии ввели режим чрезвычайного положения. Виной всему самая высокая в Штатах плотина на озере Оровел, которая буквально рушится на глазах. Обильные осадки нарушили работу системы водосбора. Если дамба не выдержит, то судьбу Атлантиды могут разделить десятки населенных пунктов. Спасатели срочно эвакуировали из региона уже 200 тысяч человек. Сообщается, что обильные дожди ушли из штата, но плотину все еще может прорвать. В таком случае 9-метровая стена воды накроет огромную территорию. Лавина накрыла 9 туристов-лыжников во французских Альпах. По меньшей мере, четверо погибли. Инцидент произошел неподалеку от местечка Тинь на высоте более 2 километров. Вместе с группой отдыхающих покорял горные вершины и местный проводник. Не исключено, что лыжники решили отклониться от намеченного маршрута. На место происшествия вылетел вертолет. Спасатели нашли двух выживших. Поисковая операция продолжается в эти минуты. В Туркменистане подводят итоги президентских выборов. По данным ЦИК, победу одержал действующий глава государства Гурубангулы Берды Мухамедов. Политика поддержали почти 98% избирателей. При этом в гонке за главное кресло в стране участвовали еще 8 кандидатов. Международные наблюдатели отметили, что выборы прошли без нарушений. А явка на избирательные участки превысила 97%. Согласно Конституции, президент Туркменистана избирается сроком на 7 лет. С убедительной победой на выборах Гурубангулы Берды Мухамедова поздравил глава белорусского государства Александр Лукашенко. Отметил, что это является свидетельством признания его неоспоримого авторитета как национального лидера. Администрация президента будет сокращена на треть. Соответствующий указ подписал сегодня Александр Лукашенко. Предполагается, что эта мера позволит сделать работу главного политического штаба главы государства более эффективной. В частности, реформируется институт помощников президента. Вводятся две новые должности. Помощники будут курировать два разных направления. Первое – законодательное и судебное. Второе – кредитно-финансовое. Помимо этого, расширяется сфера полномочий пресс-секретаря президента. Необходимость оптимизации этой структуры шла речь на встрече у главы государства в начале прошлой недели. Александр Лукашенко уверен, в этой структуре должны остаться только те, кто хочет работать и приносить пользу стране. Как главный политический штаб главы государства, администрация президента должна аккумулировать самые передовые идеи и стать мощным идеологическим центром, сотрудники которого будут обладать необходимыми знаниями и работать в единой команде. Инфляция января оказалась ниже прогнозируемой – меньше 1%. Больше всего подорожали юридические услуги, оплата общежитий и билеты в музеи. На прежних позициях остались одежда и лекарства. А вот какие изменения произошли в продуктовой корзине – спросим у нашего экономического обозревателя Анны Рублевой. Анна, добрый вечер. Добрый вечер, Сергей. Овощи в январе подорожали, мясо, рыба и обед в ресторане подешевели. Почти на треть увеличились цены на сладкий перец, свежие помидоры и огурцы. Незначительно изменилась стоимость картофеля, капусты, винограда и бананов. Сезонность – чего не скажешь о мясных и рыбных продуктах, которые немного, но все же подешевели. Как и обеды в ресторанах на 2%. Нихао. Именно так готовы приветствовать своих клиентов некоторые белорусские банкоматы. Наряду с русским, белорусским, английским и немецким появилось китайское программное обеспечение. Неудивительно, туристы, студенты, а также работники китайских представительств – все они являются пользователями карт. И есть еще одна причина актуальности иероглифов в банковской системе. По версии агентства Bloomberg, язык КНР является самым востребованным в мире бизнес-языком после английского. Беларусь стала производить больше бумажных изделий и меньше покупать за рубежом. Объем импортозамещающей продукции – 270 миллионов долларов в год. А условная экономия валюты за счет поставок на внутренний рынок – 90 миллионов долларов. Это древесные плиты, бумажные мешки, картон, ламинат обои и многое другое. Госзакупки станут еще прозрачнее, а сам процесс полностью уйдет в интернет. В открытом доступе будут находиться все пункты договора и даже годовой план предприятия. Это защитит поставщиков от внезапных изменений условий контракта, а инициатору госзакупки даст стимул к долгосрочному планированию. Напомню, что недобросовестных участников будут отстранять от торгов на два года, а претензии публиковать на официальном сайте. И о торгах на валютно-фондовой бирже. Евро и доллар подешевели, российский рубль подорожал. Таким образом, белорусский рубль укрепился к корзине валют на 0,04 пункта. Это были все новости экономики успешной недели. Спасибо, это была Анна Рублева с обзором деловых новостей. В жизни одни ищут возможности, а другие лишь причины. Эти самые возможности игнорировать от уплаты налога на иждивенчество освободят людей, действительно попавших в трудную ситуацию. По всей стране сейчас работают комиссии, готовые рассмотреть соответствующие документы. Итогом может стать частичное и даже полное освобождение от финансовых выплат. Галина Буро разбиралась в жизненных перипетиях. Оксана Беломытцева с мужем долгое время жила в Казахстане. Потом вернулась на родину, оформление документов, длительный процесс получения гражданства. Во первое время семья жила на сбережения. А теперь вот удалось открыть свой небольшой магазин в Лиде. И вроде бизнес только начал приносить первую прибыль. Как из налоговой пришло письмо. Для нас было это удивительно, что мы не успели приехать в Белоруссию и уже должны. Письмо от налоговой получил и Александр Горбач. Он и вовсе оказался тем самым счастливцем, которому до отмены налога не хватило лишь несколько дней рабочего времени за год. Молодой человек, водитель по профессии, призывался в армию. Я пришел с армии. У меня не хватало. Я поработал на Энарге. Не хватало 14 дней до 183 дней этих, чтобы надо отработать в году. Но я обратился в налоговую. В налоговую сказали, обратитесь в ваш госполком. На комиссии более 200 заявок. Герои нашего сюжета попали в тридцатку тех, кого освободили от налога на госрасходы. Мы обращаем внимание на то, есть ли у данного гражданина в собственности жилые помещения, дачные участки. Есть ли у него гаражи, автомобили. Выезжал ли он за границу, уплачивал ли он административные штрафы. А между тем в Лицком центре занятости стоит очередь из безработных и вакансий больше, чем желающих. И меньше тех, кто действительно хочет выполнять свои обязанности. Основной аргумент нет работы, разбивается о базу вакансий. В центре занятости готовы предложить десятки рабочих специальностей. Есть руководящие и инженерные позиции. Но все же найти работу здесь непросто. Особенно, когда нужна она лишь для того, чтобы не платить налог. Специальность не нравится, далеко от дома, тяжело, не та зарплата. Каких только оправданий не слышали стены центра. Но все аргументы заканчивались, когда включалась видеокамера. И уже пустой коридор. И желающих высказаться, не найти днем с огнем. У вас же есть какое-то свое мнение, наверное, которое вы хотели бы высказать? Нет. У вас нет мнения? Никакого вообще? Никакого. Иждивенцы уверены, что работа должна искать их, а не они ее. Желательно престижную и, безусловно, высокооплачиваемую, подходящую им по статусу. Работу надо искать. Пусть дадут работу и заплатим налоги. У нас таких денег не заработаешь. Раз зарплаты не устраивают. Так тут всех не устраивают. А между тем их устраивают дороги, по которым ежедневно ходят в центр занятости. Устраивает и то, что специалисты-бюджетники их обслуживают. А в случае чего эти же люди первыми будут стоять на прием к врачу. При этом не заплатив ни копейки. Галина Буро, Анатолий Бояринцев, телекомпания СТВ, Грудненская область. Громкий процесс. В Минске начались заседания по делу о нападении минского гимназиста на учителя. Инцидент произошел в мае прошлого года. По словам пострадавшего преподавателя, девятиклассник ударил ее ножом прямо в учебном классе. По версии следствия, женщина получила 17 ножевых ран. Гимназиста обвиняют сразу по двум статьям Уголовного кодекса. Однако, признал ли он свою вину сегодня, сказать сложно. Слушание проходило целый день в закрытом режиме. Ольга Петрашевская с подробностями от здания суда. Громкий процесс, однако в тишине для прессы и общественности. Сегодня на первом заседании по делу о нападении 15-летнего гимназиста на учителя и пострадавший преподаватель. Родители ученика категорически отказались публично озвучить свои версии произошедшего. Впрочем, спикеров на слушании и так достаточно. Известно, что девятиклассника защищают сразу несколько адвокатов, учителя один, зато отметившийся в ряде резонансных дел. По данным следствия, гимназист соглашался давать показания лишь в день задержания. После свою вину он уже не признавал. Обвиняют 15-летнего ученика в покушении на убийство и провести за решеткой. Он может не намного меньше своего же возраста – 12 лет. По словам адвоката потерпевшей, учителю психологически очень непросто находиться на судебном слушании. Сегодня она впервые увидела своего ученика после нападения. Ольга Петрашевская, Андрей Новгородцев и Алексей Юнош, телекомпания СТВ. Вездеход повышенной комфортности. МАЗ выпустил первый сверхпроходимый автобус для сельских школ. Он способен с легкостью преодолевать лужи, пески и сугробы. Оборудован спецавтобус двигателем экологического класса Евро-5. Это позволяет делать минимальным содержание вредных веществ в выхлопных газах. Удобство и безопасность транспорта оценила Виктория Ходосок. Руль идет мягко, машина послушная, обзор хороший, сидение хорошее, мне нравится. Он объехал и горы, и пустыни, и тундру, и все на родном МАЗе. А вот этот автобус для Иосифовича с 30-летним стажем за штурвалом пока еще в диковинку. Но проехав меньше километра, он сразу же называет плюсы. В этом автобусе есть видеокамера, которая создает комфорт, обзорность, помогает водителю со всех сторон. Мне это очень нравится. Такой автобус может перевозить сразу 29 школьников. Сидения для детей оборудованы специальными ремнями безопасности. Над креслами есть вот такие багажные полки для рюкзаков, а для первоклашек даже дополнительные выдвижные ступеньки. И еще одна деталь. Максимальная скорость автобуса 60 км в час. Даже если водитель полностью выжмет педаль газа, быстрее транспорт не поедет. И, пожалуй, самый главный плюс. Он способен с легкостью преодолевать любые преграды. В общем, сделано все с удобством и для безопасности. И даже испытано на прочность. Макет автобуса был на постаменте. Его прокидывали и смотрели по результатам, как сместились, скажем так, стойки боковин. И пострадали при этом манекены. По тесту мы прошли. Ни один манекен не пострадал. Так что безопасность мы обеспечены. Впрочем, это первый школьный автобус в СНГ, который разрабатывался именно для сельской местности. Такие школьники появятся на дорогах уже осенью около 30. В планах создание и пригородных версий. Также планируется белорусский вездеход поставлять и за рубеж. Виктория Ходосок и Сергей Капустин. Телекомпания СТВ. Евроопт раз снова раздал призы. В этот раз их разыграла сама Валерия. Кому досталась квартира в престижном районе у национальной библиотеки и куда отправились три новеньких внедорожника. Известно Дмитрию Бояровичу. Мы вас поздравляем. Вы выиграли квартиру в Минске только что. 26-й тур принес удачу Светлане Мирошниковой из Полоцка. Счастливую комбинацию цифр вытянута певица Валерия. И вот обладатель главного приза получает ключи от новой квартиры в современном жилом комплексе «Маяк Минска» на проспекте независимости. Если бы мы смотрели передачу в прямом эфире, мне кажется, что у меня могло бы разораться просто сердце. Я смеялась, прыгала, кричала. Я желаю, конечно, всем такой удачи. И нужно верить. Своих владельцев нашли и вот эти внедорожники. Например, Екатерина из Клецка выиграла досрочно. После шестого шара из лототрона на экране все 10 позиций на суперприз оказались заняты только ее фамилией. Никогда так сильно не везло. А тут так вот сразу автомобиль. Хозяйкой кофейного Hyundai Creta стала Вера Габур из Витебска. Женщина покупает товары в Евроопте давно, а вот в игре приняла участие впервые. На этом я не останавливаюсь. Нам надо еще один автомобиль. Еще квартира нам надо. Поэтому мы будем стремиться ездить в Евроопте. Ну а третий внедорожник уедет в Несвиж. Его обладательницей стала пенсионерка Мария Сданцевич. Я, конечно, благодарна организаторам и благодарна всем, кто участвовал. Валерий. Даже до сих пор не верится, что это машина. Что это моя машина. Между тем стартовал уже 27-й тур игры. В нем разыграют больше 30 тысяч денежных сертификатов. Три новеньких внедорожника. И, конечно, квартиру в Минске. И снова в маяке Минска. Это уже седьмая по счету квартира, которую разыгрывает Евроопт. Уже в следующем туре, через две недели, мы с нашими покупателями встретим первый день рождения игры «Удача в придачу». За этот год наши покупатели стали обладателями 60 автомобилей и 6 столичных квартир. На общую сумму около 4 миллионов долларов. «Удача в придачу» давно стала народной игрой. Почти за год в ней приняли участие около 1 миллиона 200 тысяч белорусов. Не упускайте и вы шанс изменить свою жизнь к лучшему. Гомель в неоновых огнях. Фестиваль световых шоу собрал здесь коллективы из Беларуси, Евросоюза, России и Украины. Творческий марафон второй год подряд знакомит белорусов с таким направлением, как лэд-шоу. Симбиоз хореографии, циркового искусства, электроники – сегодня модное направление в творчестве. За происходящим наблюдал мой коллега Александр Добриян. Лэд-шоу – в прямом смысле слова яркий пример того, как технологии меняют нашу жизнь. Светодиоды, контроллеры, чипы, платы управления – все это позволяет артисту создать на сцене абсолютно новые образы и заставить нас по-другому посмотреть на возможности света. Извечная борьба света и тьмы – как бесконечный лейтмотив всего перформанса. Дополнительные возможности за счет того, что можно в темноте создавать какие-то иллюзии. Изменение формы тела, формы артиста самого. Это как бы расширяет немного поле деятельности. Свет меняет все. Будь то легендарная лунная дорожка Майкла Джексона или зажигательная калинка-малинка. В диодном сиянии все, как в первый раз. В Гомеле первый раз. Сцена шикарная. Я вообще удивлена, в Латвии такого нет, такого освещения на таком высоте. Это популярно, это альтернатива фаер-шоу, потому что фаер-шоу может крутиться как бы только на улице, да. А световое шоу, неоновое шоу, они крутятся везде, и на улице, и в здании. Оно набирает популярность, и ворот. То есть это очень интересно и очень красиво. Несмотря на то, что Гомельскому фестивалю всего два года, форум уже стал крупным международным событием. В этот раз пришлось даже ограничить количество участников гала-концерта. Не было недостатка, и в желающих увидеть огненное шоу. Александр Добриян, Виталий Расхопов, телекомпания СТВ, Гомель. И на этом у меня пока все. На итоги понедельника подведем в 22.30. В студии работал Сергей Прухоров. До встречи.